Уважаемые любители боевых искусств и восточных единоборств и просто любители спорта и здорового образа жизни, мы представляем вам комплекс упражнений по растяжке. Этот комплекс способствует улучшению гибкости и подвижности суставов, мышц и сухожилий и даст вам возможность более глубокое изучение боевых искусств. Успехов вам! Первый комплекс упражнений он направлен на разогрев суставов и связок и в основном состоит из круговых и вращательных движений. Наклоны головы. Расслабьте мышцы шеи, сделайте макушечные усилия и при наклонах сохраняйте его. Вращение головы. Вращение головы можно делать с напряжением, можно в расслабленном состоянии. Вращение кистями. Плотно прижмите ладони к друг другу. Слите, чтобы движение было с максимальной амплитудой. Сожмите ладони в кулаки. Делаю упражнение с напряжением и включаете сухожилие. Вращение локтевых суставов. Постарайтесь максимально выкрутить предплечье, чтобы также увеличить амплитуду движения. Поочередное вращение. Взглядом наполняйте свое движение. Вращение в плечах. Максимально старайтесь опустить, поднять, закрыться, открыться в плечах. Вращение руками. При отведении рук назад старайтесь свести руки за спиной. Наклоны корпуса. Руку постарайтесь держать прямой. Через руку направьте корпус. Стремитесь, чтобы наклон был в горизонтальной плоскости. Вращение рук. Вращение вокруг горизонтальной оси. Рукой, взглядом удерживайте точку, вокруг которой вращается корпус. Ваше внимание должно быть сконцентрировано на пояснице. Вращение корпуса. Взглядом и руками удерживайте плоскость. Старайтесь с максимальной амплитудой делать движение. Пальцами ног зацепитесь за пол, чтобы удержать равновесие. Все упражнения разминочного комплекса старайтесь делать по 7-8 раз в каждую сторону. Вращение в тазобережных суставах. Руки находятся на бедрах, и они помогают движению. И увеличивают амплитуду. Увеличивая ширину позиции, мы увеличиваем нагрузку на суставы. При вращении коленей ноги согнуты. Перед началом следующее упражнение разогреем коленные суставы и связки. Вращение коленей. Вращение коленей. Плотно прижмите колени друг к другу. Стопы так же не отрываются от прозы. Вращение колен. При позиции ноги на ширине плеч, вращение вовнутрь, вращение внаружи. С максимальной амплитудой старайтесь вращать колени. Вращение стопы. Постарайтесь, чтобы ваша пятка описывала круг. Во время вращения слегка надавите на стопу, чтобы увеличить амплитуду движения. Второй комплекс – это переход на нижний уровень, где вся работа идет в полуприседе. И он направлен на развитие гибкости голеностопа, коленей и тазобедренных суставов. Растягиваем мышцы с задней поверхности бедра. Постарайтесь пятку не оторвать от пола. Вытягиваем носок. Вытягивая носок, вы раскрываете таз. Старайтесь спину держать прямой. Вращение бедра. Закручиваем бедро вовнутрь. Колено двигается в одном направлении с носком, так чтобы не нарушить структуру сустава. При переходе старайтесь не подниматься. Спину держите прямо. Движение таза направлено вперед. Максимально закручиваем бедро вовнутрь. При выполнении этого упражнения также надо удерживать внимание на пояснице. Максимально закручивая ее. Наклон корпуса назад. Вместе с выпрямлением рук вытяните спину в горизонтальной плоскости. Закручиваем корпус вокруг вертикальной оси. Руками помогаем закрутить корпус. Взгляд направляет движение. При выполнении этого упражнения максимально закрутите бедра. Локтем колено в сторону раскрываете таз. Возьмите за носки и удерживайте стопы параллельно друг к другу. При переходе не поднимайте таз. Спина прямая. Третий комплекс это более глубокая растяжка запястья, локтей и плечевого пояса. Наклоны головы с помощью рук. Постарайтесь расслабить максимально мышцы шеи. Вращением закончите, рассеяйте напряжение. В этом упражнении выпрямите руки. Плотно схватитесь ладонями. Плечи постарайтесь не поднимать. Основание ладони направляем вперед. Также рука в локте выпрямляется до конца. Плечи не поднимаются. Упражнение на развитие гибкости локтевого сустава. Движение делаем в сторону и вперед. Максимально заводим локоть назад. Постарайтесь во время выполнения этих упражнений максимально расслабиться. Затылком касаемся кончиков пальцев. Сводим лопатки, соединяем ладони. Скручивание. Скручивание. Плечи. В этом упражнении максимально скрутите руки, плечо и локоть направьте вниз. Сводим локти с помощью колен. Следующий комплекс – это работа на полу. В этом комплексе мы прорабатываем заднюю поверхность бедра, спину и поясничный отдел. Скручиваем бедра вовнутрь. Скручивание можно делать как обеими бедрами, так и попеременно. Наклон корпуса. Стараемся с животом, грудью коснуться пола. Руками подтягиваем корпус. Выпрямляем спину. Плотно прижимаемся к полу. Наклон. Стараемся коснуться лбом носка. Прижимаемся к ноге. Упражнение чередуем статику с динамикой. Боковой наклон. Постарайтесь плечом коснуться пола. Затем раскрыть корпус. Через руку посмотреть вверх. Соберите ногу. Оттолкнитесь рукой от бедра. В этом упражнении скручиваемся. То же самое в другой ноге. В этом упражнении разминаем колено. Передней поверхностью бедра прижимаемся к полу. Схватите за стопу, прижмите пятку к бедру, тянем переднюю поверхность бедра. Схватите за стопу. Открытие-закрытие таза. Схватите за стопу. Стопу положите на бедру, коленом постарайтесь коснуться пола. Откалкиваясь от бедра, выпрямите спину, макушку направите вверх. В наклоне постарайтесь спину сохранить прямую. Животом прижмитесь к пятке. Здесь важно постараться не оторвать колено от пола во время наклона. Соберите вторую ногу и сядьте в полу лотоса. прижмитесь к полу, надавите животом на пятки. Старайтесь во время наклона сохранить позицию. яйца лотоса. Важно во всех этих упражнениях сохранить спокойствие, не напрягаться. Это упражнение способствует гибкости голеностопов, колен и тазобедрен суставов. После этого открытия, после позиции лотоса мы закрываемся, собираем ноги. Не отрывая таза от пола, прижмите колени к полу. В этом упражнении постарайтесь поясницей прижаться к полу. Наклон к ноге. Втяните бедро и лбом коснитесь носка. Очень важно тянуть носок на себя. Таким образом вы растягиваете ахиллы и кроножные мышцы. Прогиб назад. Важно грудь направить вверх, чтобы нагрузка у вас равномерно распределилась по всей спине. Схватившись обеими руками, выпрямите ногу и обратите внимание на спину. Выпрямляем спину. Плечи при этом не поднимаем. Во время выпрямления ноги бедро постарайтесь не оторвать от груди. Наклон вперед. Также мапушка двигается вперед, вытягивает за собой спину. грудью и животом прижмитесь к бедру. Скручивание. В этом упражнении важно скрутить корпус. Можно помочь вот так руками. Это скручивание. Оно позволяет растянуть боковые части бедер. Во время скручивания макушку направьте вверх. КОНЕЦ кисти. Основание ладони посылаю вперед. После раскрытия сустава, закройте его, соберите пальцы в крюк. Наклон назад, грудь направьте вверх, так, чтобы вся нагрузка не проходилась на поясничный отдел. Более сложное упражнение с отведением рук назад. Усиливается нагрузка на спину. Мост. Во время выполнения этого упражнения ногами оттолкнитесь, так, чтобы нагрузка шла на плечевой пояс. И кисти, и плечи вышли на одну вертикальную линию. Прижмите грудь к бедрам и выпрямите колени. Тянуться можно как в статике, так и в динамике. Махи являются динамической формой растяжки. В равновесии. Выпрямляем ногу вперед. Старайтесь, чтобы ваша нога выпрямилась. При этом спину держите прямой. Плечи не поднимайте. Можно схватиться двумя руками за носок. Отведение ноги в сторону. Важно очень сохранить вертикальную линию. Одновременно делайте раскрытие. Руки и ноги. Тянем переднюю поверхность бедра. Маха вперед. Вареем маха. Втягиваем бедро. Спину держим прямую. Работать стараемся только ногой. Круговой маха наружу. Сохраняя вертикальную линию позвоночника, горизонтальную линию в руках. Раскрываем таз. После небольшого закрытия максимально старайтесь отвести ногу в сторону. Мах вовнутрь. Во время маха старайтесь, чтобы ваши плечи не болтались. Грудь держите расслабленной. Работает только одна нога. Раскрываем. Раскрываем. Мах назад. Нога остается прямой. Завершающий комплекс упражнений – это работа в шпагате. Продольный шпагат. Очень важно закрутить бедро. Направить его вниз. Грудь направить вперед. Уделять одинаковое внимание одной и другой стороне. Прямой шпагат с носком на себя. Переходы из одного шпагата в другой. Поставить при переходе не подниматься. Наклон вперед. Лбом касаемся носка. Прижимаемся к бедру. Спину держим прямой. Скручение корпуса вокруг вертикальной оси. Помогите себе руками. Это упражнение поможет вам еще больше скрутить бедра. Наклон корпуса назад. К пятке. Добавляем руки. В этом наклоне участвует голова. Старайся посмотреть назад. Боковой наклон. Плечо касается пола. В этом упражнении стараемся макушкой коснуться носка. Фиксация стойки. Поперечный шпагат. Работа над гибкостью тела – это очередной шаг на пути самопознания и самосовершенствования. Освоив этот комплекс, вы сможете перейти к более сложным упражнениям. Удачи вам!